ДИАЛОГ 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 Если можно, расскажите об этом поподробнее. Кто эти люди? Ну, конечно же. За 50 лет Институт автоматики и электротехники вооружил знаниями, дал путевку жизни тысячам своих выпускников, которые работают в разных уголках нашей страны и за рубежом. Многие из них занимают или занимали руководящие должности в различных отраслях промышленности, в образовании, науке, в других сферах. Много известных имен, которые хорошо известны и в городе, и за пределами. Я назову некоторые из них. Например, Лесковский Георгий Дмитриевич, долгое время возглавлявший Николаевское предприятие «Эра». Исаков Сергей Михайлович, экс-вице-губернатор нашей области. Сергей Михайлович возглавлял судостроительный завод «Лиман», а ныне депутат городского совета. Это Водотурский Андрей Алексеевич, народный депутат Украины. Это Запорожец Юрий Михайлович, экс-депутат Верховной Раны, второго созыва. Это генералы СБУ Семенов Юрий Александрович и Рудой Сергей Александрович, вице-президент Райфайзенбанка «Оваль» Горбачев Виктор Михайлович. Вадим Анатольевич Скороходов возглавлял Николаевский филиал Славянского университета, а ныне он руководит институтом в Национальном университете имени Сухомлинского. И мы хорошо помним Лютого Александра Павловича, который много лет был директором Николаевского судостроительного техникума. И говоря об известных наших выпускниках, я, конечно же, хочу сказать и о известных заслуженных ученых. Блинцов Владимир Степанович, проектор нашего университета, Рябенький Владимир Михайлович, Кондратенко Юрий Пантелеевич, Тимченко Виктор Леонидович, Дубовенко Константин Викторович, Мещенинов Александр Павлович, Гуров Анатолий Петрович. Список на самом деле большой и он все время пополняется новыми именами. И вот отсюда как бы вытекает следующий вопрос. Какие специальности институт автоматики и электроники предлагает абитуриентам сегодня? Что изменилось? Появились ли какие-то новые специальности? Спасибо за вопрос. Сегодня институт автоматики и электротехники готовит инженеров по шести специальностям. Это такая комплексная специальность, как электроэнергетика, электромеханика, электротехника. Это специальность электроника. У нас есть такие динамично развивающиеся специальности, как телекоммуникации, радиотехника, автоматизация компьютерной интегрированной технологии. Есть специальность кибербезопасность. Ну а для тех, кто мечтает покорять моря и океаны, у нас есть специальность морской и речной транспорт. А чем институт автоматики и электроники, который вы сегодня возглавляете, непосредственно может заинтересовать нынешних абитуриентов? Ну, прежде всего, к качеству образования. Сегодня, на самом деле, перед абитуриентами стоит очень непростая задача – выбор университета и будущей специальности. Задача непростая, потому что у нас в стране много университетов, и они предлагают широкий спектр специальностей. И хотя существуют стандарты образования, возможности высших учебных заведений в отношении качества образования безусловно разные. Это зависит и от научного уровня преподавательского коллектива, и от организации учебного процесса, от той же лабораторной базы, например. А уже от этого, безусловно, зависят перспективы дальнейшего трудоустройства выпускников университета. И, конечно же, самый мощный научный преподавательский потенциал в нашем городе был и есть у Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова. И Институт автоматики и электротехники гарантирует высокое качество образования. Чем специальности подкреплены, какими особыми возможностями обладает Ваш институт? Есть ли такие особенности? Чем специальности подкреплены, прежде всего, высококвалифицированным кадровым составом. В Институте автоматики и электротехники преподают 14 докторов-наук-профессоров и более 50 кандидатов-наук-доцентов. В распоряжении Института автоматики и электротехники имеются десятки современных учебно-научных лабораторий, компьютерных классов, специализированных аудиторий. И авторитет Института автоматики и электротехники подкреплен активной международной деятельностью в рамках выполнения международных контрактов и совместных образовательных программ. С какими странами Вы сотрудничаете? Что это за проекты? Большей частью у нас тесное сотрудничество с Китаем, конечно. У нас ряд контрактов постоянно есть, это хвоздоварная тематика. И у нас сейчас развиваются совместные учебные программы с колледжем в городе Янчен. И также наши преподаватели читают лекции в городах Чжоушань и Чжинсян. Но и в Николаеве, тем не менее, у Вас есть отдельная серьезная научная лабораторная база. Конечно, да. Я хочу дополнить, у нас есть кафедра в Институте импульсных процессов и технологий, уникальная кафедра, в распоряжении которой лабораторная база целого академического института импульсных процессов и технологий Национальной академии наук Украины. Руководит кафедра директора Института импульсных процессов и технологий, член-корреспондент Национальной академии наук Александр Иванович Вовченко. Кстати, единственный ученый в Николаевской области, который имеет такое высокое научное звание. Институт импульсных процессов и технологий сотрудничает с компаниями из США, Франции, Южной Кореи. И студенты принимают активное участие в выполнении международных контрактов. Студенты таким образом приобретают опыт работы в международных компаниях и приобретают высокую квалификацию. Многие из них затем поступают в аспирантуру или трудоустраиваются в ведущих компаниях по всему миру. Много ли кафедр в Украине, обладающих такими возможностями? Для студентов Национального университета кораблестроения такие возможности предоставлены. Мы плавно подходим к самому главному вопросу, который возникает у абитуриентов в пользу того, куда пойти учиться. Где потом ваши сегодняшние абитуриенты смогут трудоустроиться? На какие профессии могут рассчитывать впускники, институт автоматики и электротехники? Спасибо за вопрос. По такой востребованной специальности, как речной и морской транспорт, институт автоматики и электротехники готовит судовых электромехаников. Наверное, никто не сможет подготовить лучше судовых электромехаников, чем кораблестроители, которые проектируют в том числе судовое электрооборудование. По такой комплексной специальности, как электроэнергетика, электромеханика, электротехника, в институте автоматики и электротехники введут подготовку сразу четыре выпускающие кафедры по разным специализациям. Наши студенты изучают технику высоких напряжений, электротехническое и электромеханическое оборудование, которое обеспечивает генерирование и распределение электроэнергии, защиту системы электроснабжения, управление механизмами, агрегатами, технологическими комплексами на базе автоматизированного электропривода и компьютеризированных средств автоматики. И, наверное, в городе нет ни одного промышленного предприятия, где нельзя было бы встретить выпускников Национального университета кораблестроения по этой специальности. Институт автоматики и электротехники готовит специалистов по электронике, в том числе по компьютерной электронике, по телекоммуникациям. И преимущество этих профессий очевидно — это и высокая оплата труда, и растущая востребованность в современном мире, и возможность постоянного развития в профессиональном плане, и быть в тренде последних IT-технологий. И наших выпускников можно встретить в таких компаниях, как Киевстар, Укртелеком, Глобал Лоджик, Хостин Макс, в других компаниях по профилю. По специальности автоматизации компьютерной интегрированной технологии Институт автоматики и электротехники готовит специалистов, разработчиков автоматизированных компьютеризированных систем, систем мониторинга и управления технологических объектов и процессов. И наших выпускников по этой специальности также можно встретить на многих промышленных предприятиях, в компаниях IT-профиля. Некоторые из наших выпускников открыли собственные фирмы по информационным технологиям, и немало наших выпускников трудятся по специальности за рубежом. По специальности кибербезопасность Институт автоматики и электротехники готовят специалистов по информационной безопасности, по защите информации с ограниченным доступом. И наших специалистов можно встретить в компаниях IT-профиля. Наши специалисты работают в банковской, предпринимательской сферах, в силовых структурах Украины в том числе. Что Вы пожелаете и на что сориентируете нынешних абитуриентов? Я хочу заверить наших абитуриентов, что мы гарантируем высокий уровень образования и приглашаем поступать в Национальный университет кораблестроения на наши специальности. И полученное образование будет достойным вкладом в Ваше будущее. Ждем Вас в нашем университете. Спасибо большое за такой исчерпывающий ответ, Геннадий Викторович. Спасибо. Спасибо Вам. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был директор Института автоматики и электротехники Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова Геннадий Павлов. Берегите себя и своих близких. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»